Генеральный спонсор места происшествия сеть магазинов автозапчастей для иномарок Евразия Автоплюс. Приобретай автозапчасти в сети магазинов Лада Деталь или Евразия Автоплюс. Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания Сервискар. Выгодное партнерство, надежный автомобиль. В эфире проект места происшествия и мы продолжаем. Отнюдь не клад искали ночью двое приятелей среди гаражей по улице Производственной. Молодые люди с телефоном и фонариком в руках что-то долгое и внимательно искали, затем они нашли подозрительный пакет. Впрочем, также они нашли и сотрудников Росгвардии, которые заинтересовались содержимым большого пакета. С задержанными пообщался Павел Москвин. По словам 16-летнего Вадима, криминалом здесь и не пахнет. Якобы он попросил друга подвезти его до гаражей по улице Производственной. Как здесь оказался? Заехал ***. Что сделал? ***. Понятно. Искал, может, чего? Нет, ничего не искал. Машина чья? Друга. Если верить Вадиму, из подозрительных вещей у него при себе лишь пакет незапрещенного зелья. Откуда он здесь взялся? Я не знаю. Кто знает? Может, друг знает, нет? Нет. Нет? Нет, без понятия. Это на свае. На свае-то? Да. Зачем он тебя? Так с собой ношу. Что? С собой ношу. С собой всегда носишь? Да. Друг Вадима, Роман, заявил, что пассажир ему вовсе не друг. Что вы здесь для жахта делали? Подвез человека. Ты вылетел? Так сонул, да, я его делал. Понятно. Он видишь, что твой друг, да? Почему друг? Он видишь, что твой друг? Подвез человека. Почему друг? Ухтит, да? Не таксист, так сонул. Не хотел. Значит, вы не друзья с ним? Ну, соответственно, с навязкой чего вы. По словам Романа, к пакетику на свае он не имеет никакого отношения. Пакетик чей? Ну, вот изъели еще у человека. Что? Изъели у человека все. У человека? Да. Нет, они не твои, да? Нет, что есть, сотрудники есть. Твой у друга пакетик? Почему у друга ты? Почему он видит, что твой пакетик? Не мой пакетик. Почему он видит, что твой? Ну, я не знаю. Друг твой, нет? Нет. Нет уже. Приятели забыли рассказать о своей находке. У теплотрассы, что рядом с улицей Некрасова, они с помощью подсказки с фотографией в телефоне нашли большой пакет с зельем. Надо полагать, не случайно. В лесу там пакетики чей? Я как будто знаю. А? Я как будто знаю. Вот выглядишь нормально со мной? Как будто я знаю. А в фотографии, вот в твоем телефоне, вот это все, вот это из-за гладки? Не моего. А телефон чей? Тоже не мой. По словам очевидцев, сейчас наркокурьеры специально привлекают к работе подростков. Ведь им в случае задержания грозит куда более легкое наказание. Роман и Вадим могли работать именно по такой схеме. Обоих подозреваемых сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Редактор субтитров А.Семкин